Итак, всем привет, с вами Дубгайм. Начинаем играть за доминион Канады в Кайзеррайх. Собственно говоря, это изгнанник из Британии. В Британии случилась революция, и вся королевская семья переехала в Канаду. Ну, практически вся. И теперь управляет отсюда. В принципе, остались у нас наши колонии, но не в идеальном состоянии. Там тоже могут произойти какие-нибудь революции. Индия тоже у нас потеряна в большей части. А французы тоже были изгнаны из своей территории и остались только в Африке. Собственно говоря, положение такое себе у нашей страны. Из Антанты это самая большая промышленность, но, объективно говоря, в мире наша промышленность маловато. У нас не так много фабрик, у нас мало военных заводов, мало верфей. Наш флот очень-очень старенький. Здесь все, видите, первого уровня. Строить мы тоже ничего здесь не можем нормального второго уровня. Да, тут какие-то легкие крейсеры, такие средники. Так что мы отстаем в очень многих-многих вещах. И нам нужно будет как-то возвращать свои территории. Собственно говоря, это и будет нашей целью в игре. Вернуть Британию основной. Я бы сказал, второстепенное. Это Рейхспакт победить и вернуть свое лидерство в мире. И, наверное, третья такая микроцель, это победить, собственно говоря, всех, всех вот этих вот революционеров. Добить всю... Как-то правильно сказать? Все страны интернационала. Вот так будет правильно сказать. Так что поехали. Начнем мы по-простому. Застраиваемся в промышленности, подоследуем что-то. У нас здесь, видите, депрессия, все так себе. Король тоже уже старенький. Так что надо будет первым делом нам фокусы на промышленности подкачать, на исследовательские ячейки. У нас исследования будут идти очень быстро. Достаточно быстро получим две ячейки. Получим 10% исследований здесь. Получим бонусы исследований от других стран, собственно говоря. И будем потом, после промышленности... Не знаю, возможно, мы корабли построимся. Но не думаю, что у нас получится прям нормальный такой флот получить. Скорее всего, нет. И, скорее всего, нам нужно будет просто как-то попробовать сделать просто одну высадку. Весь наш флот отправить на то, чтобы доставить наших солдат, скорее всего, морскую пехоту до просто британских островов. Будет очень хорошо, если Ирнандия не вступит в Интернационал, а, допустим, в Рейхспакт или если повезет в Антанту. Если у них есть вообще такой выбор, да. И мы сможем оттуда ударить. Но если не получится, то, скорее всего, где-то будем отсюда ударять. Либо посмотрим, как события будут развиваться. В любом случае, поехали. Вот, собственно говоря, у нас и ивентик на обзор текущей ситуации. Вот, бежали в Канаду, собственно говоря. И вот, продолжение. В России, как обычно, убивают Кринского. И вначале вроде как было хорошо все, но все становится похуже. И вот оно. Растет критика, идет Великая Депрессия. Все плохо. Но пока фокусы у нас не разблокированы. А вот и смерть короля Георка. Как я сказал, он уже старенький. Менился он у нас в правительстве на Эдварда Восьмого. И, кстати говоря, неплохо. Он дает нам плюс политическую власть. Нам она, я думаю, очень пригодится. Забавный факт. Пришла к нам делегация из Трансамура. Просит помощи. Интересно, что это у них за фокус такой. Даже не знаю. Давайте. Небольшой помощи будет достаточно. Не хочу я отправлять им снаряжение. Они все равно вряд ли победят. Так что оставим его у нас дома. А вот начался Черный понедельник. Программ, тут война с Афганистаном. Но это не сильно интересно. И вот в Анон Великой Депрессии еще и усилилась. Теперь. Так, там что гражданская война в России случилась. Вот это да. И вот оно. Черный понедельник. Какие ужасно. Первое обращение короля. Ну, и я думаю, мы поддержим войну. Позволим нас к войне. А вот оно. Поддержка войны. Влияние знаников увеличивается. И... Тритарных сил. Вторая гражданская война в России. Ужасно тоже. Нас призывают войну. Ну, давайте войдем. Кстати говоря, это... Нет, это вряд ли даст ему военкономику. Да. Но... Окей. И поехали. Великую депрессию исправлять. Тут война с Афганистаном идет. Нам не сильно это интересно. Но вот... Подформить здесь опыт нам вполне себе интересно. Поэтому давайте так и сделаем. Это все. Мы распускаем все лишнее. Можем ли мы здесь сюда что-то нет? Поэтому давайте вот сюда сюда еще докинем. И да. Все, что можно подформить, мы здесь подформим. Ладно. Это не добавится туда. Поэтому тоже. Вот так. Мы, смотрите ли, и член Совета. Нормально. Почему бы и нет? У нас, кстати говоря, начинаются всеобщие выборы. Посмотрим, кто победит. Я не очень хорошо знаю все эти ивенты. Но будем, наверное, стараться кого-то более такого авторитарного, более решительного оставить себе. Тем временем идем к новой ячейке исследований. Веста Индийской Федерации. Рабочие хотят восстать или что. Не уверен я, что это сделают. Но, допустим, если можно будет подавлять любые подобные вещи, мы будем стараться их подавлять. Будем стараться максимально удерживать свой контроль, где это возможно. У нас, кстати говоря, есть неплохие ивенты. О, точнее, решения на то, чтобы построить фабрики. Давайте так и сделаем. Почему бы нет? Следами мы продолжаем. Ну и тут да. Фокусы те же. Гитовки о Вест Индии. Допустим. Гвардии. Да, давайте постараемся сделать. Нам нужно оставлять наши, собственно говоря, страны в нашем союзе, по возможности. Переворот провалился. Но скоро будет восстание. И мы постараемся помочь, конечно же. Война Австралазии и Новозеландии пошла. А Новозеландия как будто не в нашем Альянсе. Да. А это бы исправить и высадиться потом в Австралазию. Да, мы поможем? Конечно. Конечно. И теперь давайте-ка направим туда наших, нашу морскую пехоту. Давайте вообще, что у нас здесь за пехота? Что вот это за 10 тысяч касок? Давайте это исправим. Сомнительно у нас очень шаблоны. Но вот этот хотя бы лучше, чем этот. Значит, все остальное, кроме, давайте, танков. Мы переделываем в более-менее проходящий шаблон. Карнизон мы переделаем на кавалерию. Все как должно быть. Кавалерия нет в разведке, слава богу. Это мы убираем. И более-менее у нас становится все по-понятней, по-прозрачней. Вот это мы тоже убираем. Ну и давайте-ка какие-то войска. Я бы сказал, вот это все мы сюда перебросим сейчас. Да. Но именно вот этими частями мы будем пытаться сделать высадку. Пускай она уже планируется. Я думаю, можем прямо вот куда-то сюда, наверное. Коронация нашего короля. Прекрасно. Вылечивается популярность. Прямо сейчас она не нужна, но вроде от нее много каких вещей зависит. Блин, нам надо успеть за 140 дней высадиться. Я не знаю, если мы за это время успеем вообще доехать. Давайте всех сюда. Да, но они плывут, да. Но столько в плод решил поплыть по такой себе траектории, но допустим. Главное, чтобы планирование успело пройти. Мы же нету других, да? Ну да, это лучшая морская база, что у нас есть здесь. И будем отсюда плыть, что нам остается, собственно говоря. О, еще и дебаты о воинской повинности. Ужасно. И на самом деле, пока они будут плыть, можем еще и вот этих добавить. Все равно есть время, поэтому пускай планируется и уже все вместе высадится. Насколько я помню, нам нужно вот это, наверное, покачать, чтобы избавиться от этого дебафа будущего. Капец социалистов в России. Ух, это очень неприятно, очень опасно. Но мы ничего прямо сейчас этим поделать не можем. И... Ну да, принимаем этот ивент и идем качать фокусы, чтобы его отменить. Америка требует от нас выплаты военных долгов. Ну, нет, мы не можем. Правильно, еще чуть-чуть обучаем вот этих ребяток, чтобы у них не было дебафа. И сколько там плывет в флот. Возможно, можно еще чуть-чуть их подобучить. Ну да, слушайте, пока он доплывет, можно их будет реально дотренировать до нормального уровня. А финансирование в стендзи? Ну, допустим, давайте. Тем более, что у нас иначе стабильность отнимет. Давайте. У нас политической власти вообще просто нету. Ну, у нас столько дебафов, что я не знаю даже, как можно было ее добавить. Торговое соглашение. Да. Давайте. Острова потерпим. ТНП нужны. То есть, есть классное решение. Судьба Сената. Можно сразу попробовать принять реформу. Можно взять стабильность политвласть, а можно взять политвласть и авторитарные демократы. Давайте возьмем это. Плюс влияние еще, да? Собственно говоря, влияние огромное. Можно направить изгнанников теперь и получить модификатор. Политвлась 50. Давайте, что, фабрику, наверное. Я даже не уверен. Давайте возьмем фабрику себе. Да, так и сделаем. Здесь, да, обучаем еще немножко. Нужно Африка ищет инвестиции тоже. Давайте. Без проблем. Иракская концессия. Господи, сколько уже 10 ивентов. Выглядит как кражу. Либо зачем нам это нужно? Права на территории Масул. Я так понимаю, это ресурсы, да? Масул это 20 нефти. Да, давайте берем. Нефть нам очень нужна. Так, тут имперская конференция готова. И можно взять всем бонусы, либо в Канаду. Ну, конечно, мы берем все в Канаду, там еще и политические власти куча, и мы можем наконец-таки мобилизацию потихоньку провести. Кстати говоря, мы бы, если бы у нас было достаточно политической власти, могли бы поставить военную экономику, но у нас только нету, к сожалению. И тут куча делегатов выступают, получают они бафы, прекрасно. Здесь мы обучение заканчиваем, чтобы организацию набрать. И сейчас, собственно говоря, будем выстку готовить. Я только не знаю, если мы успеем. Все это время мы, кажется, могли, господи, 30 дней на то, чтобы напасть. Берем. И мы успешно, по крайней мере, высадились. В принципе, сейчас вот мы заберем здесь территорию, значит, нам нужно бежать и пытаться успеть капитулировать Австралию. И, слушайте, там нужно было всего лишь 10%, набить. И мы это сделали. Буквально вот этой одной высткой. Судя по всему, мы все-таки победили. Отлично. Ну, и судя по всему, это не победа, а отмена поражения, я бы сказал, да? Потому что у нас нет никого ивента на поражение Австралии, но у нас не будет нашего поражения. Так, тут интересный ивент. Выборы. Можно выбрать либералов-рыночников оставить. Можно консерваторов. Я вижу разницу, что у нас вот этот парень поменяется на вот этого парня, да? 15 политической власти, больше ресурсов. И я его возьму. Наверное. Потому что мне нужна полит-ласть. А ресурсы 10%, да, там меньше на продажу бы шло, но плюс ресурс тоже нормально. И еще один политический ивент стадус тайного совета. Можно поменять Чемберлина на парня, что даст организацию дивизию поддержки войны за полит-ласть, полит-ласть, население, а либо организация стабильность. Очень сложный выбор, потому что нам нужна политическая власть, но организация плюс 5 выглядит очень приятно, но и население выглядит очень приятно тоже, честно говоря. Наверное, мы этого и возьмем парня, потому что нам нужно население, 5% сейчас мелочь, но когда мы повысим проценты, даст разницу. И вот Биль о воинской позиции при повидности можно сделать ограниченный и потом это нам не даст нормально поднять его, либо можно расширенный прицеп, и по-моему это вот здесь вот как раз-таки к этому приведет. Но на самом деле нам нужно расширенный призыв ограниченного нам не хватит. А нам мы идем в конце фокуса это получим. Сверя по какой-то причине у меня войска вражеские невидимы, ну как если приблизить видимо, но иконок их нету, это очень странно. Возможно я потом пофиг, что это какими-нибудь перезаходами или еще чем-то. А вот и капитуляция Астралазийского Союза, а не можем мы сразу его забрать и полностью забавно. У нас не хватает на это счет А у нас случайно сейчас не случится какой-нибудь прикол, что мы не сможем его там добить, не знаю, надеюсь, нет. Я бы делали еще потому что хотел и флот их тоже забрать. Как бы флот нам нужен, да. Вот так и типа вот так. Ну да. И на самом деле мы взяли авианосец и немножко крейсеров. Ну, пойдет, я бы сказал. Могло быть лучше, могло быть хуже. Самое главное, что мы вернем сейчас Австралию в наши руки. У нас есть два выбора. Ну как, есть военная оккупация, но это не выбор. Можем сделать нам-то генерала-губернатора, да. Либо поставить гвардию. Я так понимаю, да, вот, марионетка. Но я бы не стал тратить политическую власть на марионетку на самом деле. Я думаю, они и сами вполне себе должны справиться. И я бы сказал, что это успешная операция была на данный момент. Мы смогли себя Австралию вернуть, хотя могли и не терять ее, если бы у нас ивенты на это сложились успешно. Но, тем не менее, операция пришла успешно, Австралию мы вернули. Мне очень не нравится, что в России социалисты пришли к власти, но что поделать. И на этом, я думаю, нашу первую серию мы закончим. Так что, ребята, с вами был Допгей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok